В России жили дродзы. В малых местечках люди жием барзе бедны. В вёсках туалеты на улице и немагазу. Дуже пиякев и некультуральных люди. Знаны блогежи Вячеслав Заруцкий, Андромеда и я ровнеж. Ченство рубимых фильмы на те тематы. Але не можем мы помалёвачь жище начарно. Дище уповем, что есть в России доброго, позитивного и хорошего. И, зрозумите, для чего обцикраёвцы выбираем Россию до жище. И для чего некоторые люди, мешкаёнцы в Европе, через десятки лет, врацаем teraz до России. А я jestem Ольга Глаголева. Учек вам в России с родинами котами, то ше же поведом о жище в России и в Польсце. Налей хербатки, возьми частечко, субскрибуй канал и хочми. В одном из пропшедних фильмов о розницах между мешканями в России и мешканями в Польсе было наступуёнце комментажей. Если в России есть лепей, вроцай до России. Мои дродзы, нема краев целковичи пенькных и добрых. Ну, на правде. Наверное, в наибарде замоцной Швейцарии можно зналищи жечек, с которых люди несут задоволение. Люб, на пшиклад, в Сомалии, в Афганистане, люб в Корее полноцной. Можно зналищи яких таких добрых жечек. Ну, очевидче, ежли то пошукать. А ежли деща и бенда мувила о том же в России ест посттемпово и позитивно, то не значит автоматично, что не любят польски. Попросту, некоторые дзивные люди вычангают такий внёсок. И помимо того, что в России мы лишьмы всшицу, а тут, в Польске, мужчины на ново установить жище, на правде ест им то спокойнейше и многие, так повьем, попросту свободно и вольно отдыхать. Трудно то вау тумачить, али так ест. Ровни ж деща и целова не бенда мувить о таких залетах России, як огромный территориум и тайна бензина, цены газу, энергии электричной. Прозмавилишмы о иных залетах. Бенджече заскочены, али они сау добрые заромбки. Так-так, не дивитеще. В малых местечках люди не живем богато, очевидче. И вы глядалишче то и на моем канале, и на каналах, о которых я conservative. Причебное наградзение може выносичь 1000-1500 з fällt. Али commissions в Москве, и в больших местах люди зарабяем барзо добрзе. Блятегу люди з Москва первпровадзающе до польски не на заромбки, али на жыче. Вольность. Будьте так само заскочены с того, но выясню, о чем это происходит. В России можешь ловить рыбы, где хочешь. Робить намет так само, где хочешь. Не потребуешь до этого никаких позволений. Например, мой приятель был очень, очень заскочен, когда увидел, что в Польше до ловения потребуешь позволения и не можешь ручить вентки в жадные доходные месяцы. Служба здоровья. Если захоруешь в России, можешь вызвать лекаря до дома. Значит, тоже лекарь придет до твоего дома, если жлеще почуешь и не будешь встать и идти в клинике. Если взломаешь рентки, ноги и так далее, есть специальные пункты, которые специализируются в взломаниях. Там на ты месту выканаем пресветление и в разе потребы наложим гипс. Если машь проблем, например, с нерками или иными наржандами, лекарь приемлющий деща или утро. А ты с застанием приписано на дещь или утро так само. Вшельки проблемы натуры, медичные соори, связаны шибко, фахово и на новочешном шпшенте. Креативность. Чим есть креативность? То нестандартова подъезжа до развязания конкретного проблем. В России люди знаедуемся в наибарде нетиповых и сложенных ситуациях. Мысли, что для того же часто ставяемся задания, але нема средств на их выконование. Подам przykład. Парцувавам во средствах культуры. Директор поставил нам задание зарубление новочесной байки и спредажа на нем билетов. Чтобы было не задармо, чтобы мы спредавались билеты и осьродок зарабил над этим. Але, але в бюджете не было на то пенюндзы. Декорации замка попросилишмы в выполнение нашего артиста, такого маляра, который працовал в этом осьродку. Зробил замок с текстуры. Костумы привезлишмы с дому. Чтобы профессиональные актеры взяли удал в этом спектакле, мы musелись плачеть им пенюндзы. Что зробилишмы? Трададам! В спектакле играли працовницы центру культуры. И я так само на пшиклад играла кролевом. Наш спектакль отнущил огромный суксес. И спредалишмы замясть двух спектаклей аж пять. Технология. Быть может бенджече так само заскочене, але в России технология есть очень развинята. Автоматизация всех процессов на высшем поземь. По Москве еджем роботы, которые достачаем едзения. До московского метра можно выйти просто тваржом в тварь. Просто подходишь до коловроту, систем распознает твою тварь этого тварь брамы. То правда же чэнсто тэн систем распознавания тважи дзял нажэч распознавания тважи устненцаемцых протестах и вечах. Але то юж иных историй. Услуги публичные. Уникальный выналязок. Я говорю о той строне интернетовой, о которой ты раз повем. Строна интернетова есть и аппликация, которые называют госуслуги, то в столмачении услуги публичные, которые каждый может замовить довольным услугам публичным. Может быть мельдование, там coś подобного, як Песель, ИНН, засвечения некоральности, паспорт заграничный, право язды и вели-вели иных жече. Вшиски услуги публичные можно выполнить на едной строне и в едной аппликации без входзения до-до с дому. И только в едной аппликации. Понадто то так само важно формы засвечения швечения не ружнище, что таки самы заровно в Москве, як и на далекем всходе. То ну направда то важно, бо я тут мялам проблем, что в одном руженде может быть една форма засвечения, в другом руженде альба внеску в другом руженде может быть другая форма такого самого внеска. и я направда не разумею, для чего не можно сделать один внесок на целое паинство и чтобы было то выгодно. За посередничеством услуг публичных можешь сложить довольный внесок и узыскать услуги в довольном регионе без взгляда на то где сейчас найдуешь. И отделы тех госуслуг можно замовить например услуг в интернете, а если хочешь идти чтобы coś сделать, то можно вшенде, вшенде пусть в Москве, в Крулевце, там люди ездят, если им потребно в Россию, они не мучим ехать до Сибири, например, до Москвы, до Петерсбурга, они едут просто в Крулевце и там залатвяем все справы, которые они потребуют. Делаем цеджен цеджен с выяндком недели от ущмой рано до двуджестой вечера, абы запевнить людям выгоды. Творче розовый молодежи. Процелом 60 лет на и каждая учельня ма вели кренгов и секций, абы студент мог всехсторонне развеющие не только в науце и научании, а также в креативности. Навет наимнейшая учельня ма студио танца, може мечь театр студентский, вот я в таке учельне працувала, и мы то милищмы, мы милищмы 500 студентов на форме стационарной, и мы то всеском милищмы студио танца, театр студентский, студио артистичный, студио вокальный, артистичный, то ходи о малярстве, например, и килька секций спортовых. Цуроку отбываемся креативные фестивали студентские, и всеские учельни бежим в них удзял. Например, сын моё працюлки студует и профессионально танчит и режиссует, и все на одной учельне, и целковично задармо. Значит, по укончению студиев, если не любишь своего завода, своего керунку, можешь заводово развить в каком креативном заводе, и быть артистом. И часто карьера творца начина от театров студентских либо студио вокальных, которые учельни. И часто карьера артиста творца начинающая от театров студентских люб студиев вокальных. Премысл косметичный. В России можно взыскать жадных услуг косметичных же вшыстких, которые истнят. Сот оружный роджай от молджания, макияжа перманентного, утшад жвенков, чищение тважи, лифтингу тважи, а маникюре и педикюре огольным милчей. Если нагле на свече вынализирована как технология пейкна, натымист znajduющая в России 100%. Вшисти те процедуры выполнены вечерними, а некоторые даже тридцей в неделе. Без колеек. В России практически нема колеек. В праве каждом супермаркете пресня, преснявши, пресня. Реклама для купующих. Если пресня там написано «Если пресня есть меньше чем 3 особи, задзвонь под телефон» и подано есть номер администратора. Администратор мусе альбо усењч сам при кассе, альбо задзвонить до иного кассира. За колееки венцы не 3 особи они достаем кары и кассир это администратор. То само дотичи банков и урандов пањствовых. На пшиклад мајм такі самі нумерки, ктуре бежемо в терминалу, ешли идемо до уранду альбо там до банку. И там написано ешли чекаш двушше ниш пятнашчі минут фележанка кавы в презенте. Жишливы, сердечны и отварты люди. То хыбы гувны плюс Росі. На пшиклад в Росі можеш пазнач особы и по пенчі минутах удаче доні на хербаты. И можеш то потрвач кілька годзин. В тэн споса пазнали шмы наших близких пшиячуй. По спотканню родзіців в школі, гдє по раз перші ще виділишмі, запросіли нас на хербаты. І спендзілишмі у них пшэш 3 годзіны. І до тэй поры ми, то юж бэво там, или там 10, або пятнашчі латтэму, до тэй поры ми єстэшмі пшиячуймі. Если гошчі пшішлі несподзівані, всіскі едзіні і напої, ктурі са в дому застані пуставіні на столі. Як запрашам. Ту не всіскі заліта, ктурі пам'єнтам. Єст іх дуже віцца і направді кохам Росію. То моя ойчызна. Болі мені тож, цо дзеюще тэраз з моїм краєм. І єші една. Барзо закохаміще в Польскі і єстам їй вджэнчна за пшіянчі нас два лата тэму і бачі другім домам. Дзінкуй барзо за оглянтані тэго фільміку. Дзінкуй барзо за субскріпці на канал. І єжлі хцеці виспшіць мою кріатівність, проші барзо, втісніці прітиск виспші. Для вас то тэлька фільжанка кавы, а для мені барзо добжі спарчі. І довідзені в настэпніх фільміках. Наразі. Па!